Итак, дорогие друзья, здравствуй, с вами Валерий Бывстуновский. Значит, Дмитрий прислал очередное домашнее задание. Уже приятно смотреть. Уже приятно смотреть. Я сначала боялся вчитываться, чтобы не найти себе что-то такое, что разозлит. Ну, разозлит это будем говорить так утрированно. Я не злюсь на учеников. А теперь мы поговорим о чем сначала. Так, что бы хотелось зацепить. Итак, вот это все сейчас обсудим дальше. Сначала я бы хотел несколько слов сказать ребятам, которые сидят за мониторами, смотрят. У них, конечно же, вопрос такой стоит. Как писать? Давайте ответим прямо на этот вопрос. Как писать? А как не получится писать? А потом, я к чему это говорю? Потому что Дима начал делать правильно. Потом я покажу, что он делал неправильно, что делает правильно. Итак, для начала вот открою письмо. Я хочу, чтобы вы сейчас запомнили. Этот человек ранее учился. В группе кто-то постоянно учится. Это тяжело. Почему? Потому что я помогаю, направляю, но этот человек очень активно работает. Да, я действительно делал мало примеров, но более-менее структурировал, что за чем идет. Наверное, я буду переходить к практике Жанка, если будут непонятные моменты и так далее. Впереди ООП. И вот главная фраза. Считывание параметров оказалось той базой, которая лежит повсюду. Везде что-то передается. Смотрите, когда человек писать не будет. Вот данный человек начал писать. Ранее, я уже не буду искать письма, я напишу. Вот он писал, Денис, что наконец-то кот пошел с головы. Ну, хорошая фраза, мне понравилась. С головы, а не с гугла. Потом написал, что сначала было ощущение, что смотрел тысячи серий, никак не мог найти первое. Но в данном случае было очень много материалов в голове, поэтому надо было просто собрать. Это казалось простым, человек начал писать. Почему люди пишут? И почему люди не пишут? Сразу отвечу на этот вопрос. Неверный подход не пишут. Какие есть подходы? Ребят, вы почитайте. Я просто описал, да, за свои вот эти 14 лет, я описал разные подходы. Конечно, это круто заниматься индивидуально. Я описал это в индивидуальном обучении. Но можно заниматься и бесплатно, да, в группе, если вы активны, по урокам. Индивидуально это очень круто, но это дорого. Это время. Вы уж сами понимаете. Итак, есть первый подход. Вот давайте его продемонстрируем. Мы открыли сайт сейчас, да, это сайт Python. Так устроены в основном все обучения и все книги. Любые сайты программирования устроены как справочник. Почему-то пошла вот такая тенденция обучать как справочник. Это не работает. Почему? Потому что это примерно то же самое, что если я сейчас возьму пылесос, разберу пылесос и начну вам рассказывать про колесико, да, вы то, мне то проще надо было сделать как? Взять пылесос и показать как пылесось. Вот это главное. А то, что там где-то колесико вставляется, оно отвалилось, да и хрен с ним. Все равно будет пылесосить. Так вот, какая проблема у новичка? Новичок всегда что спрашивает? Где мне учить Python? Как его учить правильно, чтобы писать? И, в принципе, сталкивается с несколькими вещами. Вот я описал, прочитайте, несколько методов. Я не все описал, это такие самые известные. Первый метод, это когда просто преподаватель рассказывает, да, ученики слушают. Единственный человек в аудитории преподаватель, который понимает, да, о чем говорит. Все остальные воспринимают это через свою призму. Но при этом в данном случае программиста не получится, писать он не будет. Это подходит, когда человек хочет что-то узнать о языке, интересно мне или нет. Этот подход прекрасно будет работать в общеобразовательной школе, когда от ученика ничего не требуется. Когда рассказывал там учитель час по физике, ученик вышел, все забыл, но запомнил одно. Одно, что нельзя засовывать два пальца в розетку, потому что может убить и ударить током. А еще, если поставили, как там в школе ставили машину, чуть-чуть там щипнуло, все, вообще супер, да, больше ничего не надо. То есть, общее знание и что-то вынес. Если брать программиста как человека, который постоянно принимает решения, постоянно ищет это решение, то этот метод не подходит. Я не прошу со мной соглашаться. Сразу по этому методу скажу. Вот в моем методе все это сделает ученик, но сам. Я буду просто направлять. Он будет сам копать, сам раскапывать, и он будет складывать один элемент к второму, к третьему, отвечать на вопрос, зачем, почему, что это делает, но это он будет делать сам. Здесь нет опыта, здесь нет контекста соприкосновения с языком в каждый конкретный момент времени. Здесь есть просто послушал, ага, ну язык это нечто, что-то, что-то такое, что, ну мне нравится. Вот и все. А как писать? А я не знаю. Абсолютно тот же подход, который сегодня очень популярен, это прохождение вот так в виде справочника. Чтение книг, это все ведет к какому-то образованию там какому-то, но не к тому, что писать. Вы услышите, когда на примере, вот я специально рассказываю и это Дмитрию, чтобы он это понял, а уже кто хочет другой. Пока проходили там одно, второе, третье, как один парень написал, долго-долго проходили типа данных, потом дошли до фунзии, прошли и так далее. В общем, я запутался, ничего не понял и все. И не пишет. Но есть в голове каша. Это какие-то знания, он долго вспоминает, а что там делают строки, а что списки, хотя здесь, здесь тут делать нечего. Надо было разобраться с последовательностями, всего лишь. И тогда строки, списки до документации ты уже будешь знать, что там есть. Но это я в ранних видео сейчас не отвлекаюсь. Итак, этот метод тоже не работает. Поехали дальше. Есть второй метод, когда преподавателю задают вопросы. Этот метод прекрасен для людей, которые чуть больше хотят узнать о языке. Но если у человека я хочу писать, стать профессиональным программистом, это не тот метод, который приведет к программированию. Это тот метод, который каждую секунду отдаляет человек от программирования. Просто он задает вопрос, и это становится системой работы его с кодом. Ага, появилось, бегом вопрос. Подожди, а где работа с документацией? А где то, что программист, это человек, который принимает решения, который делает выводы. Этого ничего нет. Это не будет работать. Этот метод прекрасно подойдет, когда человек хочет накопить какую-то информацию, но программистом он не собирается стать. Если он думает, что хочет стать программистом, то надо менять подход. Есть метод интенсивов, да. Это прекрасный метод для человека, который, допустим, знает один язык программирования, ему не хочется тратить время, сходить на интенсив и послушать, да, быстренько. Ага, понял, так как он все знает. Этот метод подходит и для новичков в том случае, если они просто хотят понять какую-то суть, но он не отвечает на вопрос, что человек будет писать. Интенсив — это заинтересовать. Или быстро разобраться. Нравится — нет. Но рассчитывать, что я буду интенсивно работать и стану программистом на это не стоит. Следующий момент я здесь не написал, но он в одно собран. Вот недавно, не так давно пришел парень, как зовут, не важно, не буду называть, но это ничего не даст. Вот занимается один парень, на тот момент Денис, он видит, как он растет, да, растет, пишет, он просто пишет. Вы знаете, знаете, Валерий, я пришел убитым к вам, да, почему? Потому что три месяца мы писали приложение на Джанго, я так и не начал писать. То есть вот этот метод просто, когда мы будем с вами писать приложение, вы станете программистом, он тоже не работает. Он не будет работать по одной простой причине, потому что там надо иной подход. Там надо 70% на документацию, 30% на само написание. Тогда это будет работать, но при этом опять же преграда. Там же все на языке программирования. А язык программирования либо затрагивает скользь, и тогда человек заходит, сейчас, Дима, увидишь, о чем я сейчас говорю, вот это мы сейчас столкнемся. Почему я, допустим, вот здесь, где купить Джанго, да, я здесь рассказал, например, URL, почитайте. Если мы хотим работать с какой-то библиотекой, это подходит абсолютно к любой библиотеке. Ну, разделите, вот, Джанго, ну, пять вещей всего. URL, формы, представления, модели и так далее. И еще одна, вылетела сейчас с головы, не буду говорить, да. А, шаблоны. Так вот, я написал, ребята, смотрите, ну ведь учиться тут особо ничему не надо. Есть у URL четыре варианта всего. Так разберитесь, ну, уйдет три недели, ну, черт с ним. Но у вас не должно быть дальше проблем с URL, потому что программист это человек, который принимает решения. И я, когда обучаю вот этот курс, я показываю, ребята, мы всегда держим четыре, пять этих вещей в голове. Мы смотрим связи, потому что каждая вещь связана. Но если делать приложение, давайте делать, вот мы сейчас напишем модель, вот мы сейчас напишем представление, вот сейчас, и ничего не понятно. Человек может только повторить. Так чем же мое обучение отличается от всех? Я все эти виды обучения, я их все использовал в своей практике за 14 лет. Ну, конечно, это можно делать при индивидуальном обучении. Тут я просто направляю, вот как Дима работает активно, индивидуально, но оно дорого, я согласен. Здесь, здесь, почитайте, я расскажу только коротко. Понимаете, любой язык программирования можно разделить на то, что там есть ключевые вещи, которые являются системными. Ну, например, в данном случае мы проходим, прислал задание, да, вот по параметрам. Теперь складываем у себя в голове. Складываем в голове вот эти вот слова человека, который начал писать. Считывание параметра оказалось той базой, которая лежит повсюду, везде что-то передается. Подождите. Ребята, ведь это и есть замысел языка программирования. Мы можем очень долго и упорно изучать подряд, ну, не понимая замысел. Но мы будем делать, да, будем делать, ковыряться со списками, будем делать со строками, изучать. Но при этом нет последовательности. Мы в каждый момент времени не можем ответить, зачем это, что это, когда мы будем применять. Это ничего не работает. Это не работает. Поэтому, особенно на индивидуальном учении я этому уделяю намного больше времени и все круче. Но, тем не менее, в данном случае просто Дима учится. И я Диму говорю, вот на данный момент уже предыдущее задание, которое он прислал, оно выглядело так. Ну, программа. Но есть это уже не предыдущее, это уже следующее, потому что я вижу здесь ссылки. И без ссылок что-то описал. Так никогда не будешь программировать. Я ему сказал, видео эти, кстати, где Дмитрию новички, посмотрите, оно есть на ютюбе. Чувство здесь, Python с нуля, если оно отсюда убрано, сейчас оно здесь есть, да, прямо вот здесь можно найти Python с нуля. И имка, да, имка. Раз, два видео. Тут для другого парня я писал видео, да, первые. Значит, смотрите. Посмотрите, да. И здесь я ему сказал недосчеты. Я вижу, все они уже исправлены. То есть он добавил и Jupiter. Он начал идти через исключения. То есть сначала для того, чтобы писать, мы должны понять то, что является основополагающим. То, что может у нас в голове создать систему, которой можно прикреплять. Ведь вы так, мы все так поступаем в жизни. Сначала поняли смысл, потом можем развиваться. Если мы откроем абсолютно любой файл, абсолютно любой файл, возьму BV, да, вот эту. Библиотеку, короче, кстати, очень хорошая замена Киеве. Но принцип такой, что пишем одно приложение, потом при помощи обычных команд перегоняем в Android приложение, веб-сайт, будет десктопное приложение. Если мы открываем исходный код, как пример, я всегда учу по реальному коду. Никому не надо книги. Есть же гитхаб, где куча кода, где можно взять сколько хочешь вещей. Открываем тога. То есть для меня... Ой, я не то открыл. Для меня важно, особенно индивидуального обучения, чтобы человек... Подождите. А, все, все правильно. Чтобы человек работал с реальным кодом. И если мы откроем файл, мы везде увидим DEV, 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 либо функции, либо методы. То есть любой язык открывайте, будет функции, либо методы в классах. Так, наверное, это главное. Теперь, Дим, если прошла миллисекунда, и ты не считал все это, значит, занимаемся дальше. Параметры надо затереть, настолько затереть, чтобы было плохо, чтобы отстроилось, двоилось в глазах, чтобы у тебя родные спрашивали вопрос, а ты говорил, а это позиционный или именованный? Ты сходил в магазин, что ты говоришь? Айди, то есть вот до такой степени. Тогда оно станет в голове. Иными словами, первое, что я добиваюсь от участника, в общем, ребят, я не буду сейчас все говорить, вы прочитайте сами, эти ссылки будут, чтобы он в себе собрал систему. То есть, в первую очередь, у него должно передача всего, чего только может быть, должна у него быть как система. Но центром этой системы всегда является либо метод, либо функция. Либо функция. Все. Это, все остальное сюда можно прикрепить, как следствие, как логическую вещь. Все остальное можно объяснить. И это ведет к считыванию кода и к написанию. Когда человек занимается в режиме обычном, просто там что-то делает, читает там книгу, проходит курсы, то, в принципе, пока делает ему понятно. Но это не имеет никакого отношения к реальному программированию. Это имеет отношение к тому, что он просто интересуется языком. Поэтому ответ вам очень простой на вопрос. Хотите стать программистом, все дело в подходе. И при этом, смотрите, важный момент. Допустим, на индивидуальном обучении я к каждому подхожу индивидуально в чем? Я проверяю знания человека. Понятно, что, допустим, переменные знает, там кто знает, вот с этого надо начать, тут хромает. То есть, сразу пошла настройка. Ну, также, кого просто интересует, допустим, Джанго, тот просто приходит в школу, делает по видеоурокам, там тоже вложена система. В любом случае, он будет в школе постоянно получать информацию. Один совет, второй будет крутиться в этом, вариться. И обязательно для себя почерпнет. Будет смотреть, что делают другие ребята. То есть, будет в процессе. Получится. Поехали к Дмитрию. Когда он делал вот это задание, оно было неправильно. Да, это программа. Но это не обучение программирования, это просто написание программы. Для нас важно идти через исключение. Когда я вот это ему сказал, он пошел через исключение. Все стало на места. Вот у него стало все красно. Правильно. Почему? Потому что логика начинает от исключений. И эти исключения должны считываться. Я не раз показывал в своих видео, что когда происходит какое-то исключение, человек бежит в Google и начинает искать. Он никогда не идет в документацию. И вот эти вещи, которые очень уж распространены, допустим, если берем там Джанго, то мы сразу видим количество людей, которые просто пропустили. Начинают где-то что-то спрашивать и так далее. Теперь я увидел, что начали работать Дмитрий с классами. Но пока классы отложите. Вы правильно делаете, работаете. Но я единственное вам сказал, и тут записал для вас видео, которое будет вполне понятно, что все начинается с сельф. И сельф должно быть понятно от и до, что за ним стоит. Потому что зачастую что пишут ребята? Сельф это просто слово. Или сельф это соглашение. Это то же самое, чтобы дойти к закрытой двери. Открывай. Что это? Это дверь, а там замок. Ну открывай. А не могу. Ключа нет. Так вот нам надо знать ключ, что стоит за сельф. Это самое главное. Если есть, хоть Дим, это сейчас я вам записал видео для чего? Для того, чтобы вы для себя поняли, что если с сельф чуть-чуть плаваете, долбите до тех пор, пока не будет все понятно. Если у вас где-то в какой-то момент возникло непонимание, стоит ставить сельф или нет, то долбим. Мой метод заключается в том, что ключевые вещи есть, которые должны отлетать, пониматься. Здесь учить ничего не надо. Здесь надо просто практика. Так вот задача преподавателя, если взять, допустим, Бусуновского, меня, да, моя задача показать человеку, что сделать и сказать, каким образом это сделать. Кроме этого я отслеживаю, может ли он описать, может ли найти в документации. Кроме этого я отслеживаю, как он объясняет, как это применять и так далее. То есть полное владение информацией. Это называется система работы с кодом. То есть, когда готовится программист, он готовится человек, который способен принять решение. Но один из главных навыков, это он знает, где к этому обратиться в документации. И что это делает в языке. Вот эти вещи, когда ключевые человек понимает и может их легко писать, и видно, он понимает, о чем идет речь, то есть когда описывает, тогда очень легко человеку научить писать. Всего лишь. А какая проблема новичка? Проблема новичка всегда в одном, он просто не знает, каким образом проходить. Пытается проходить то так, то сяк, то там дергается. Потому что нет ответа, нет понимания, а как надо проходить правильно. По крайней мере, сейчас будете знать. Теперь, что я для вас сделаю один хороший подарок. Вам будет одно задание. Есть библиотека Pandas. Pandas, она вам хоть раз в жизни пригодится точно. Pandas Python. Это библиотека, которая относится к Big Data. И она может выводить любую информацию в виде таблиц при помощи простых функций. Допустим, у вас есть там 500 городов, где, допустим, есть там в одном городе 300 магазинов цветами, в другом было такие. Все это можно вывести по городам, по странам, в любом порядке. И это сделать при помощи функций. Я сначала вам сейчас поясню. Сейчас, вот вы делаете, да, сейчас я хочу, чтобы у вас случился прорыв в мозгах, и вы будете тренировать вот эти параметры функций, как я вам покажу. То есть, вы должны с этого вынести, как писать живые функции. Итак, поясняю. Я открыл Django. Тут не важно, какая библиотека. И в Pandas будет то же самое, и в Django, и абсолютно в другом языке будет все одинаково. Смотрите. Сейчас главное уловить принцип. Как мы используем параметры, и эти параметры связываем с какой-то реальной библиотекой. В данном случае, это Django. Мы будем средачиваться на параметре ПК. Если мы откроем Django и откроем параметр ПК, я уже не стал искать с вами, а сразу нашел, ну, в общем-то, уже потерял, поэтому буду делать головы. Иными словами, вы просто вводите Django ПК и ищите. Теперь логически. Сейчас это вам, для вас, Дмитрий, важно, сам замысел. Django я просто сейчас расскажу по ходу, чтобы вы понимали суть. Но для вас замысел. Почему мы используем ПК, и как мы будем это ПК связывать, сам параметр, с частями Django. На этом месте может быть абсолютно любая библиотека. Вот смотрите, мы знаем, что мы хотим вывести страницу в данном случае. В другом случае, это будет другая библиотека, вывести таблицу и так далее. Но мы хотим написать свой какой-то функционал. Кроме этого, мы уже знаем, что мы будем использовать функцию, которая относится к часто использованию Django Object Or 404. Иными словами, если есть страница, то вывести ее, если страницы нет, то вывести исключение 404, страницы не существует. Мы заходим в документацию зачем? Для того, чтобы понять, что это. Это функция мы видим, да, потому что есть скобки. Если бы это был класс или что-то, то было бы написано, что это класс и так далее. Далее, мы видим, какие параметры являются для этой функции. Видим обязательный параметр класс и дальше, смотрите, позиционные, либо именованные аргументы можно передавать, любые. То есть, я считал, мне этой информации достаточно. Далее, у меня есть определенные знания уже, да. Я просто знаю, что мы работаем с базой данных, что со стороны базы данных каждая запись имеет ID, то есть номер записи. Анжанга со своей стороны делает такой же номер, но это называется первичный ключ. И вот я решил это использовать. Поэтому, что я делаю? Я начинаю писать функцию. Значит, первое, я поставил реквест. Это конкретно для Джанга и любой веб-библиотеке всегда будет первый реквест. Ну, это я выяснил где? Это я выяснил, когда, допустим, набрал... Это для тех, кто собирается Джанга изучать. Джанга. Когда вы начинаете изучать Джанга, обязательно вам надо запросы и ответы. И желательно это проделать все в командной строке. Иными словами, здесь написано, я вам просто говорю, что первым параметром функции всегда является реквест. Ну, логически это тоже понятно. Так как Джанга это веб-библиотека, она работает с сервером и посылает запросы, получает ответ от сервера. Поэтому логика здесь понятна. А вот второй параметр я придумал сам. Я мог бы назвать его Вася, Петя и как хочешь, да? Потому что Джанга совершенно не знает, как я назвал. А я для себя, чтобы понимать, понимаю, назову-ка я ПК, потому что под ПК я именно воспринимаю первичный ключ. Когда вы будете работать с пилов, вот ваша задача будет, домашнее задание, найти пиловый момент и писать функцию, то есть связать какой-то свой параметр с частью библиотеки функции, да? С какой-то другой функцией функциональности, ну именно связать. То есть параметры вы должны будете прописать сами и связать с чем-то. Поняли замысел, да? Домашнее задание. То есть вам сейчас надо, чтобы пробило на что? Чтобы вы в реальности начали применять функции, да? Понимать, почему я этот параметр делаю и как. Класс пока не трогаем, там много от себя можем писать. Так как я посмотрел, что первый параметр идет класс, то есть модель моя, я поставил модель у меня пост, а вот здесь, смотрите, я связываю, да? Там было написано любые позиционные или именованные аргументы. Это у меня именованный, я к ID приравниваю, присваиваю, то есть не приравниваю, а присваиваю значение ПК. Вот тут вот как раз-таки для обязательной обработки задействован мой параметр, который я придумал и решил назвать ПК. Хотя я мог бы ПК-майн назвать. Джанго об этом ничего не знает. Одно мне сейчас надо от этой функции, чтобы этот параметр был обязательным. Как, вот тут, смотрите, ребят, маленький бам-момент какой. Почему? Почему? Сейчас, 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 чтобы мысль не упустить. Почему? Вот смотрите. Почему я ему сказал, Дима, параметры затереть. Потому что я не затратил ни одной секунды сейчас, чтобы понять, что мне надо обязательная обработка. И я поставлю обязательный позиционный параметр, который будет требовать передачи обязательного, этого, позиционного, обязательного, передачи обязательного аргумента. Вот чего. Понимаете? Это у меня отложено. И это будет работать с любой библиотекой. Если мы думаем, ну ставим ПК, что это, какое программирование можно говорить? Есть вещи, которые просто надо понимать. Здесь ничего не надо учить. Ну с параметром, ну сиди себе и работай. Как работай? С исключениями. Читай. Увидел исключения? Понимаю, о чем речь. Здесь уже включаются мои знания. Так как я знаю, что ID имеет каждая запись, то я приравниваю ПК. А теперь бац. Вот что я говорил о джанг, когда изучают. Идем в URL. Смотрите. Здесь я для ребят, которые изучают все-таки джанга, скажу. Если вы сделали так, как я говорю, да, вот на курсе, то есть. А, ну я говорил, что я это описал здесь. Но, к сожалению, так получилось. Поэтому это я не то, что рекламирую. Просто говорю, что описал здесь. Сам, вот, 4 URL. То смотрите, что происходит. Это уже сверх того. Что вы здесь, смотрите. Ведь как я размышляю. Когда я еще на этапе пишу представление, я уже четко понимаю, что в URL я буду ставить что? Правильно. Поэтому если у меня URL отработан, и я понимаю, о чем речь, то я четко понимаю, что я буду извлекать ПК. То есть это у меня уже есть. Я это понимаю. Это я могу далее связать с шаблоном. Открываю шаблон. Дима, это не относится к твоему уроку. Это просто я чуть больше дам. Открываю шаблон. Так, постдитель. Все правильно. Но мне надо не это сейчас. Это уже запись, которая выводит саму страницу. Мне надо ее извлечь. Поэтому мне надо страница, которая выводит все записи. Ну, допустим, я открываю. И вот здесь, смотрите, уже я соображаю. Я же ID там писал, да? Вот, вот, вот. Все, смотрите. А URL у меня уже подтянут. Просто показываю на практике этот метод, да? URL у меня подтянут. И вот у меня есть постдитель, имя. Это обычная переменная. У меня могут менять сайты, адреса, но так как есть переменная, это не будет иметь значения. То есть, и что я делаю правильно? Я вспоминаю, я же писал ID, приравнивал ПК, пишу пост, ID, извлечь запись. URL, вот он. Все. Смотрите. Если б я дуб дубом, да, не послушал Бовсуновского, я буду писать по ходу. Вот мы делаем, что мы делаем. Я говорю, ребята, вот это надо было изучить от и до. Если я изучил функции, как вот рассказывают Дмитрию, то у меня тоже нет проблем с планированием совсем. И вот что происходит. В данный момент я ID приравнял ПК, при этом я уже четко знаю в голове, что я буду в шаблоне писать, что я буду писать URL. И пост это модель. И тут связь уже с моделью, так как есть модель пост. Вот она, да. И так далее. То есть, метод, когда ключевые вещи изучаются, их немного, все остальное становится на места сразу. Но без знаний того, что такое параметры, что я здесь буду делать? Значит, тот метод, который преподают, и я буду проходить все подряд и пролечу функции, как писал один парень, что мы долго-долго там проходили, а потом дошли до функции, прошли. И что сделал? В чем была ошибка преподавателя? Он не заострил внимание, что, слышите, ребята, вот у нас сейчас пришли функции, вы должны их вызубрить. Завтра, чтобы пришли синие, красные, не спавшие, но чтоб это отлетало. Вот тогда был бы толк. Начало было бы положено. Пришел человек, и ему говорят, ну, пиши код, это что? Что это за функция открывает, да? Что это за параметр? Где там? Ну, это... Свободен. Кол с минусом. Писать не будешь, пока не выучишь. И если в языке все передается, то чего ты тут делаешь? Что ты собираешься передавать? Кому? Чего? И единственное, ты можешь пойти купить колбасы. Ребята, это очень серьезно. Задача преподавателя какая? Остановиться, вдолбить до тех пор, пока человек не поймет, вот это я должен разобрать. Отсюда начинается моя прохождение программиста. Сделал хорошо. Вот как Дима, сделал первое задание. Говорю, вот это не так. Починил, да? Вот это не так. Теперь говорю, ну, так не будет программирования. Надо идти через исключения. Ведь твоя задача, в первую очередь, познакомиться с исключением, которое относится к параметрам. И их читать. Я показывал, как все делать. А на этом этапе попробуй сделать, оживить. Теперь не смотри на этот код. Открываешь библиотеку пилов. Ой. Ай, пилов. Что мне это пилов идет? Не картинки. А то, что я говорил. Пандас. Или любую другую. Ну, сейчас следующий код задачи. Я вижу, что программу у тебя получается писать. Твоя задача взять функцию от себя написать, найти какую-то функцию в том языке, посмотреть документации, чтобы там были необходимые параметры, свою функцию вставить, параметр, обязательно именованный, как будет. И написать код. Я хочу, чтобы ты понял, как ты используешь осознанно вот эти функции, соединяешь свои параметры и определяешь в этот момент, что тебе надо обязательный или именованный. И при этом относительно чего определяешь? Относительно задачи, которые надо решить. Если мы открываем документацию, да, почему мы сначала должны пойти в документацию, ты идешь в свою и смотрим любые, да, позиционные принимает и именованные, значит, но при этом я добавляю сейчас знания. Послушай, мне же надо, чтобы она обязательно извлеклась, ведь если не будет передана, значит, надо обязательный параметр. Я не могу поставить, допустим, сейчас, там, ПК равно 5. Ну, я говорю, к примеру, мне надо обязательно, чтобы это передалось, мне надо обязательно страницу извлечь, а дальше, вот сейчас для Жанга будет, для ребят, которые поняли, да, замысел мой, а дальше я иду в URL, и тут я принимаю решение, я программист, я принимаю решение, а что мне сделать? В данном случае, смотрим, а почему где-то я использую getabsolut и URL, а почему я где-то использую другие вещи, я сейчас не буду распыляться на эти вещи, но хотя бы что-то скажу, да, если мне надо, чтобы извлечение произошло на 100 миллионов процентов, я буду использовать getabsolut и URL, потому что в данном случае создастся переменная и она обязательно извлечется, будет у нее память, место, страница будет извлечена 100%, то есть где важный момент, я понимаю, это буду использовать, но ведь это и есть все документация, это я должен знать, потом уже я принимаю решение, ну хорошо, четыре вида, как я говорил, URL, трудно, ну пусть три недели, ну пусть месяц, ну раз, навсегда разобрались, а потом бац, подобрались к моделям, там основные элементы, вся остальная документация начинает петь, ключевые моменты понятны и они изучены, мы понимаем о чем речь, все остальное логически понимается, и так в любом языке, в любой библиотеке, я не знаю как многие, да, но я расскажу про себя, первые там три года, как я изучал Python, потом помню у меня как пробило, когда я JS открыл и тоже начал сначала изучать, вот баран думаю сейчас, да, ну вот представьте, сначала начал язык изучать, а зачем, ребята, там что, другие функции, и там параметры, там параметры имеют свое название, но они имеют, просто делают то, но там параметры, они везде параметры, любой язык открой, просто имеет свою реализацию, ну как с ними работать, я уже знаю, итак, домашнее задание вам, Дмитрий, понятно, сейчас надо до закрепления параметров пробить себя на то, пробить, чтобы вы сейчас споймали вот эту фишку, это надо споймать, это надо пописать, это надо именно пописать, это надо прочувствовать, что как вы параметр вбиваете осознанно и связываете с какой-то любой функцией любой библиотеки, все везде одинаково работают, только разные функции выполняют, все идентично, надо один раз это споймать и понять, все пойдет, ребят, скажите, а что, я рассказал что-то сверхъестественного или то, что вы не знаете в жизни, ну, писец, вы же не программисты, правда, а я вам скажу, ребят, ну, не обманывайте себя, каждый имеет мозг, где даже самый мощный компьютер в мире, возьми любого человека, он по сравнению с вашим мозгом, который делает тысячи операций, и вы скажете, что вы не программист, вы не знаете, что такое перемены, вы не используете ежедневные итераторы, ребят, ну, извините, ну, не пиздите уже, просто вы это так не обзываете, открываем телефон, выключаем видео, открываем телефон прямо сейчас, смотрим на него, у вас что, там номера, у вас там Дима, Иван, Катя, а это что, не переменные? Это переменные хранится в данный момент у вас в голове, а попробуйте пробежать по списку, прямо сейчас берите и делайте, попробуйте пробежать по списку, что вы сейчас делаете? Вы же каждую запись просматриваете, и мы сейчас не берем, что можно в телефоне там вести поиск, мы в виде языка сами программирование выступаем, вы открываете, если немного контакта, просматриваете, ищите, допустим, вам надо позвонить там насчет там рыбалки там другу, и вы ищите телефон там его, что вы делали? Или вы делали что-то другое? Вы просматривали одну запись, потом следующую, только быстро это все, у вас же мозг, компьютер, но вы просматривали каждую запись, дошли, ага, вот он, Димка, цик, набрали. Ну, хорошо, но ведь это в языке, то, что вы делали, называется итерация, надо, язык просто, для того, чтобы понять языке, вы должны были, что сделать? Изучить термин. Вот я сейчас делал, что, не просматривал, а делал итерацию, перебирал телефон и смотрел на каждый телефон по одному. Конечно, вы скопом в жизни, да, вы быстро все это присмали, вот он, да, но все равно это вы просто не заметили, как ваш мозг пробежал каждую запись, если вы себя представите на месте языка программирования. А язык программирования делает итерацию, то есть для этого есть, допустим, цикл for, только для этого надо что сделать? Да разобраться, как это сделать, просто для языка for mine in mine list мой список все и возвращайте. Что произошло? Ничего, цикл for умеет пересчитывать и сейчас выведутся все записи, да, все сначала, потом мы будем проводить уже далее, но просто не буду углубляться сейчас, все записи, здесь у нас наш список, который ранее был оформлен как список, да, mine list присвоит значение в Python есть список, да, куда можно помещать первый телефон, второй, третий, пятый, десятый, а это временная перемена, куда все складывается, потом делаешь с ней что хочешь, то есть итерацию в жизни делаете каждый день с разными вещами, открываем шкаф, смотрим, кофе, ага, влево стояло, вы уже знаете, да, то есть это уже больше на словарь походу, знаете где, а так пришли кому-то домой, хочу, хочу кофе, а вон там шкафик возьми, что вы, открываете шкафик, допустим, да, смотрите, что похоже на кофе, то есть перебираете по одному, вот вы проводите итерацию, только в языке я программирую, это называется итерация, перебор элемента по одному, нужный, хватит, кофе пьем, оказывается, каждый человек каждый день использует то, что делает и программист, единственная задача в чем-то была разобраться, как это пояснить при помощи специальных терминов языку программирования, а замысел, так вы его знали, так, моя задача была Дмитрию дать вот это вот задание, я его дал, теперь здесь, вижу, поправили, что начали называть английскими именами, молодец, но справляетесь моментально, значит, секунду, Дим, то задание, которое я дал, это раз, желательно сделать, и уже держать на контроле то, как вы будете использовать функции и параметры функций для реальных библиотек, в том направлении, пришлете, потом я подтолкну, куда надо, то есть, вы сейчас должны не отцепляться от параметра, пока до конца не будете, классы пока не трогаем, хотя баловаться можете с классами, как хотите, потому что есть определенный порядок, вот у меня за годы, когда класс заходит правильно, допустим, там наследование, это все ерунда, это действительно следует одну минуту изучать, я вам сказал про сельф, это не зря, вижу, что пошли через исключение, то есть, проследите за собой, насколько быстро вы уже находите, понимаете ли, о чем речь, это все надо еще записывать, и я вижу, что где-то делаете, где-то нет, исключение есть, да, то есть, дальше исправили, нет исключения, осознали, этот момент, когда будете делать вот эту реальную, реальный кусок программы, писать кода, тогда обязательно допустите исключение, именно исключение сначала допускайте с параметрами, допускайте, читайте, оно запоминается со временем, со временем, со временем, почему можно понять запомнилось, когда вы знаете, что делать, то есть, что это означает, вижу, что вот это исправление написали, когда я говорил три исключения написать, ну, в общем, ну, котлин уже хотите делать, это будет очень хорошо, если вы с параметра поработаете котлин, но пока доведите до ума, доведите до ума именно параметры Python, так, обязательно хорошо закрепите то, что я говорил, я вижу, что вы начали по анализу кода делать из инстанс, то, что никогда не понятно, те предыдущие видео, ребята, смотрите, из инстанс и другие функции, значит, я надеюсь, там важный момент, я говорил, связанный, да, где было Bile, связанный, научитесь быстро проверять, чтобы был адрес, то есть, я надеюсь, все это у вас уже отложилось с того видео, вы это понимаете, рассуждение правильное, есть у меня еще одна мысль возникла сейчас, но я ее озвучивать не буду, почему, потому что давайте мы остановимся пока на этом фрагменте, все-таки вы берете сейчас библиотеку Pandas и пытаетесь применить функцию, как мы говорили, давайте вот одну задачу сейчас поставим, почему, потому что, чтобы вы не разрывались, сейчас вам надо сформировать отношение с параметром, проверить себя, что вы начинаете думать, принимать решение, вам надо позиционный или именованный параметр, опираться в опоре на эту функцию и связать вашу функцию с какой-то функцией той библиотеки, чтобы написать нечто новое, но вот это вот идет момент рождения, я думаю, что он от вас очень много энергии, я там подметил несколько вещей, но я сейчас не буду проговаривать их в вашем задании, все неплохо, я скажу, все неплохо, вот исправляет, все неплохо, но сейчас давайте немножко на практике поработайте, я не хотел сказать, посмотрел, ну давайте мы вот так сделаем, вы сейчас поработайте именно над этим моментом, чтобы практически научиться применять, это должно отложиться, просто если вот так упорно будете, то вот давайте мы, я вот что хотел сказать, я вам скажу сейчас, но делать мы будем это потом, поэтому я не хочу говорить, конечно, но уже рассказал и скажу, потому что я знаю, что вы вижу, что добросовестно делаете, но я боюсь, что вы отличетесь, просто мы потом с параметрами поработаем с типами данных, но это чуть позже, потому что в типах данных тут есть два уровня подхода, мы можем получить первое понимание сразу, используя функции, а уже полное понимание типов данных можно понять, я ранее в видео это говорил, сейчас не буду отвлекаться, говорю, не хочу, когда изучим классы и функции, да, сейчас если мы можем понять, дам остальные вещи, некие скобки, что-то делают, да, но по-серьезному уже отнестись глубоко, понять, изучив вообще смысл последовательности, понимая классы, понимая итерации, это будет совершенно иной уровень работы с данными, поэтому в любом случае это вас не отпустит, второе направление, которое мы будем делать, потом работать с этими же параметрами, будем в классах, соединять их в одно целое, потому что на самом деле, когда люди зачастую изучают, они изучают функции, потом изучают методы, классы, все у них разное, все это ягоды одного поля и работают под ними тем же законом, но это уже другая история, все один, да, мыслей много пришло еще у меня, но я озвучил, ту, что озвучил, сейчас берете библиотеку пандас, и то, что мы разъяснялись, вот этот принцип, вы делаете на практике, что должно быть результатом, что вы скажете, ну, наконец-то, я понял, как применять любыми библиотеками свои функции, как я думаю над параметрами, какие я решения применяю, и чем подробнее это опишите, тем будет лучше, то есть, ну, давайте, было бы хорошо, если бы это было программок 5, небольших, небольших, вам важен сейчас принцип, и я хочу видеть, вот как здесь, да, вот неплохо, я хочу видеть то, что, я видел, что вы понимаете, о чем идет речь, потому что дальше пошло немножко выпадания, да, вот тут, если взять, взяли там кусок котлин, кусок того, ну, я понимаю, выполняют домашнее задание, но тут уже пошло общее, да, это неплохо, все сделали неплохо, все, давайте, сказал, не сказал, для ребят, которые новые пришли, spb-retout.ru сайты, и, кстати, еще есть школа блокчейн, она потихонечку идет, но идет, технология, которая будет развиваться, очень сильно, при этом блокчейн, это вторая школа, которую, у меня была школа, блокчейн, которую я начинал еще в 18 году, но там я взял неверный подход, по-моему, эту школу я заморозил, с 18 года, то есть, и за эти 4 года, я занимался блокчейн, и смотрел, как развивается рынок, и рынок развивает очень сильно, тут я взял упор на, эти, на мобила, по сути дела, я потом только понял, что немножко неверный подход, а, уже потом все-таки, в 2022 году, я понял, что я блокчейн буду делать, потому что эта технология, очень семимильными шагами, здесь уже иной подход, здесь мы, рассматриваем, сам язык программирования, как контракт, и почему стоит иметь доступ, и к блокчейн, кстати, там есть доступ, чтобы получить можно, и к Джанго, и к Питон, и к блокчейн, одним платежом, и это недорого сейчас, потому что, смотрите, вот мы изучаем функции сейчас, допустим, в Python, это одно, это классика, да, когда мы перейдем к Kotlin, у Kotlin полностью взяты, сами функции, и параметры практически с Python, там проблем не будет, то есть, на Kotlin после Python написать очень легко, а вот блокчейн вам начнет чистить мозги, почему, а потому что, кроме основных вещей, а их три, чтобы изучить функции, да, три вещи, я ранее это видео говорил, в этом видео не говорил, нам надо сделать, добиться трех результатов, изучая функции конкретных, первый результат, это считывание параметров, второе, понятие, какие аргументы передаются, и вызов, то, когда мы откроем блокчейн, там у нас начинают чиститься мозги, за счет чего, что там, кроме вот этих вот параметров, которые мы с вами взяли, есть параметр, параметр стоимости, и там уже от вашего кода, от хранения данных, зависит стоимость контракта, и это уже чистит, и вы, вольно-невольно, начинаем, мы начинаем задумываться, а тут мы, как делаем код, то есть, там есть дополнительные параметры, и оно, настолько вот этот вот есть контраст, что на этом контрасте, контрасте очень хорошо доходит, поэтому блокчейн с этой стороны функцию очень прекрасная вещь, там сама по себе система довольно проще, там все на функциях построено, классы там, ну, будем говорить так, очень простенькие сами по себе, но вот функции там, они вроде бы и простые, посмотрите, первые уроки, там они есть бесплатно, да, первый код прямо в интернете, в среде напишите, но говорю, что здесь, оно, конечно, прочистит мозги, и вы, вот от этого стандартного подхода, переходя к блокчейну, вы поймете, что есть иной уровень, но вот это поменяет немножко взгляд на функции других языков, почему, потому что там есть дополнительные требования, потому что если взять, допустим, Kotlin, там в принципе открываешь, да, то же самое, что в Python, это открываешь там JavaScript, там просто параметр, там надо ухо держать в остро, да, Дим, запишите себе задание, вот как раз хорошо, что я не выключил, значит, что для вас будет означать, это мы позже обсудим, вот после этого задания, что для вас будет означать, что вы что-то поняли, вот если вы смотрели Дениса, он писал там на C, на Go, на JSC, на Kotlin функции, то есть вот этот момент, это уже далее, вы должны не упустить, иными словами, потом вы мне объясните, как вы, что вы там смотрите в другом языке, в функциях, что пишете, я сейчас вам проговаривать не буду, но в результате у вас должно просто получаться, писать функции на любом языке, что смотреть, вы мне расскажете уже, да, я дал кучу подсказок, но это потом, сейчас не делайте, все, пока,